Всем привет! На втором этаже нашего торгового центра какая-то выставка. Я не знаю, с чем она связана, с войной, хотя, может быть, и нет, потому что здесь абсолютно разные картинки, может, какая-то патриотическая. Но было интересно пройти и посмотреть. Немножко жалею о том, что давно не была в каких-то музеях, театрах. Кстати, здесь стоит пианино, на котором можно поиграть. Но пока мы ходим только по магазинам. Здесь очень много островков, но мы с вами направляемся именно к Юску. Здесь Юск не такой большой, как в городе, там, где мы с вами уже были, но я думаю, что есть что посмотреть. Конечно же, с первого взгляда приковывает внимание эти деревца. По-моему, даже они почти все идут на батарейках. Очень удобно, особенно в нынешнее время. Самая бюджетная, вот 900 гривен. Но у нас еще в нашем Юске там был какой-то по акции уцененная 500 гривен. То есть можно в таких пределах купить себе такое небольшое освещение. По елкам в Юске немного. Я увидела только вот эту вот. Но она безумно красивая. А еще безумно красивые сами огоньки. Все-таки каждая гирлянда, она уникальна. Она не повторяет друг друга. И она привлекает, безусловно, внимание. Но, к сожалению, в Юске я не нашла особо гирлянд без батареек. Поэтому я ничего не покупала. Здесь ассортимент новогодних товаров не такой уж большой. Ну, с вами немножечко пройдемся, посмотрим. Там все-таки было больше. Здесь что-то по сниженной цене. Вот эти вот эльфы, которых всех, наверное, в Черную Пятницу разобрали. Вот, но все равно. Ну, вот елки есть, которые без декора. Но они, как по мне, качественнее, лучше выглядят, чем те, которые... Есть, кстати, вот елочка с гирляндой сразу. Лучше выглядят, чем те, которые продаются вот в Ашане, к примеру. Но это на мой вкус. Также сразу можно купить, если никто не хочет заморачиваться, убранство на елочку. Комплекты какие-то игрушек. Вот такой вот венок светящийся, очень необычный. Ну, видно, что ассортимента здесь стало пока меньше. Пока, может быть, не завезли после Черной Пятницы, мне кажется. Потому что до этого было намного больше. Конечно, юзка-то больше какие-то хозяйственные вещи. Но хочется больше вот такого вот новогоднего. Вот, но все равно есть на что посмотреть, есть что выбрать. Вот такая вот пара очень симпатичная. Мне кажется, красиво, если у кого полочка там белая или какая-то такая, чтобы можно было посадить. И они встречали Новый год вместе. Очень романтично получается. Много еще эльфиков разных, разные вариации. Чашки, кружки. Ну, то есть то, что присущее именно юзку. Вот такой вот, кстати, прикольный олень. Мне он тоже понравился. Он очень милый. Какой-то особенный стиль, мне кажется. Может быть, потому что там юзка связанная с скандинавским больше стилем. Вот, ну, он зашел нашей аудитории, нашим людям, нашей стране. Поэтому спасибо всем создателям юзка. И кто нам дает возможность. Кстати, вот этот вот гномик мне больше всего понравился. Кто дает нам возможность вот так вот походить по магазинам, посмотреть красоту. Возможно, что-то приобрести. Спасибо создателям. Вот, кстати, вот это дерево, которое я вам говорила, оно стоит 500 гривен. Оно стоило 700 с чем-то. А сейчас какая-то акция на него 500 гривен. Если вы хотите такое дерево, вы еще можете успеть. Этот юзк находится в солнечной галерее. Прозвучало, как на правах рекламы, но я не рекламирую. То есть это как бы мой контент. Я снимаю то, что мне хочется. То, что мне хочется вам показать. Возможно, тем людям, которые сейчас вообще не до магазинов. Это, кстати, свечки с зарядной станцией. Я не знаю, как они заряжаются. 650 гривен стоят. Показать тем людям красоту. Дать им какую-то надежду на лучшее. Показать, что есть у нас. Почему бы нет? Почему бы не похвастаться? Свечки, кстати, вот уцененные тоже есть. 90 гривен. Нету вот тех, которые 50 штук за 150 гривен. Ну, ничего страшного. Главное, что кто-то купил свечки, и у кого-то теперь дома будет свет. Я этому несказанно рада. Дай бог, чтобы вам вообще никому не выключали свет, и все было хорошо. Это, кстати, можно клеенки разные новогодние тоже купить. Очень удобно и практично, чтобы потом не стирать тканевую. Следующая наша остановка в одном из моих любимых магазинов. Это не магазин нижнего белья, если что. Это кактус. Здесь прям какая-то сказка новогодняя. Все очень так красиво. Мне, кстати, в этом году понравилась елочка. Вот такая вот маленькая. Она сейчас стоит 409 гривен по скидке. Поэтому, если кому-то нужна маленькая, бегите в кактус или заказывайте в интернете. Это тоже, если что, не реклама. Это вот непросто очень. И вот эта вот, кстати, мне понравилась, которая без снега, если большая. Вот такая вот заснеженная. Ну, в принципе, ассортимент кактуса тоже особо не меняется. Но здесь люди, мне кажется, приходят в этот магазин прям за атмосферой. Здесь все такое красивое. Разные композиции с птицами, которые тоже можно применить в интерьер. Кстати, олени очень похожи на те, что были в юзке, только немножко другого стиля. Деда Морозы, совушки такие маленькие. Я бы, честно говоря, поехала бы с удовольствием еще там в эпицентр. Куда-то там тоже вам бы поснимала. Думаю, там тоже новогодняя красота и сказка. Я не знаю, если я найду время, я обязательно это сделаю. И желательно, чтобы не было тревог, чтобы все было спокойно. Разные там мягкие игрушки. Но самое красивое, мне кажется, на новогоднем столе, это вот что-то из посуды. Что-то можно выбрать какой-то, я не знаю, чайник, графин. Вот такие вот снеговички. Не обязательно полностью обновлять ассортимент своей посуды. Мне кажется, можно купить какую-то небольшую деталь. И это обязательно вам поднимет настроение. Я, по крайней мере, на это все смотрю сейчас и улыбаюсь. Мне это поднимает настроение. Здесь тоже есть вот такие вот чайнички, сахарницы. Как, я не знаю, как из какого-то фильма, мультфильма. Вот эти очень тоже красивые. В общем, ассортимент действительно большой. И кактус в этом плане радует. Да, у них люкс. Да, у них там недешевые цены. Но у кого есть возможность, тот может себе что-то приобрести для поднятия настроения. Помимо, конечно, новогодней тематики, здесь есть абсолютно разные вещи на любой вкус и цвет. Кстати, веночки заснеженные тоже присутствуют, тоже есть. Разные подушечки. В общем, это можно рассматривать и ходить часами. Единственное, что мне в таких магазинах всегда неудобно, вот, что, ну, как бы, ты долго ходишь, смотришь и ничего не покупаешь. Один вот такой вот шарик, кстати, стоит почти 200 гривен. Вот. Ну, я думаю, что если кто-то не заморачивается с декором каждый год, можно что-то себе купить, да, чтобы, да, так сказать, на все года. Тоже симпатичная ёлка. Разные всякие штучки, например, для меня новизну, то есть я бы что-то, возможно, к декору ёлки не добавляла, вот. Но всё-таки модные веяния, всё вот это вот людям нравится, значит, идёт, продаётся, значит, так, тому и быть так и нужно. Здесь всё висит по цветам, это очень помогает в решении, там, декора, да, какого-то там стола, да, либо же декора ёлки, то есть здесь всё прям очень гармонично и очень красиво и блестит, как сорога. Кстати, вот здесь очень красивые бокалы, если купить там, допустим, для гостей. Здесь есть бокалы, вот эти внизу мне понравились, как, ну, как бы, на свадьбу, может быть, я такие бы приобрела. Ну, и обычная посуда, как же без неё. Также в кактусе, кстати, ассортимент большой свечек, да, они не дешёвые, но если кому-то нужно, в кактусе они ещё есть. Есть ароматные какие-то, есть обыкновенные, то есть кому как больше нравится, но это моя любимая фраза. Вау, девочки, какие гирлянды, они мигают разными-разными цветами. Они, конечно, здесь тоже небюджетные, но, опять же, если вы выбираете там декор на ёлку, вот, либо же вариант освещения, ого, свечки, ничего себе, то можно что-то здесь. Здесь есть и обычные свечи, можно тоже приобрести. Поэтому, кто ищет свечки, знайте, где их теперь можно найти. Можно диффузор для квартиры, кстати, купить в подарок. Вот вам видео идеи для подарка тоже. Купила Мики ещё одни капли. Возвращаемся с красоты. Надеюсь, что вам понравилось видео с этого, скажите, я скажу, господи, с кактуса и с юска. С красоты возвращаемся в реальность. Сейчас купила Мики Капли, проконсультировались ещё уже с третьим, получается, доктором. У него этот, сейчас, ренит, вот. Штука неприятная. Вот, мы уже где-то, ну, скоро около недели капаем лекарства. Так, сейчас, секунду, я надеюсь, что меня слышно. Потому что все жалуются на звук, но, ребятки, извините. Даю, что могу. Понятно, что в телефоне там высшего класса, потому что у меня до этого был С-серия, С-8+, по-моему. Да, и это сейчас А-серия, и, конечно, и качество, и, ну, короче, всё отличается. Ну, что маем, это маем. На какие зарубыла, так и купыла. За такие видаю крады. Так что до апреля я точно буду видосы снимать на YouTube, потому что мне нужно отдать кредит за телефон. Но не об этом. Ринит у Мики. Одни капли были неделю, пытались, а то я не думала, что маленькие собачки такие сильные. Он выдирается, я уже разными методами. Ну, короче, походу, он то лекарство следовал. Вот, сказали, это уже в рот капать. Но ничего, будем капать. Знаете, похожая ситуация с прошлой недели. Вот, начало месяца вроде как бы должно у меня быть не очень хорошее настроение, потому что, ну, не просто мне сейчас. Не буду вдаваться сильно в подробности, но, мне кажется, вам и не нужно. Многие сейчас так вот живут. Мне не хватает немножечко работы в плане дохода, потому что из-за света у меня слетел один проект, на который я рассчитывала. Вот, ну, работа есть, доход пока не очень, поэтому, как бы... Ну, я не расстраиваюсь, и вас призываю не расстраиваться, если там кто-то нервничает. Там, если у кого-то задерживает зарплату, или у кого-то сейчас тоже лишился, например, вообще работы. У меня она есть, и слава богу. Просто старайтесь жить. Я вот приняла реальность. Вот почему я такая спокойная, радостная, улыбчивая, как бы, насколько это возможно. Я решаю проблемы по мере их поступления. Я принимаю реальность, которая есть у меня. Да, может, я что-то не могу сейчас достичь, да, либо же купить. Но зато у меня есть маленькие мечты. И я мечтаю в декабре купить себе шоколадного Деда Мороза. Вот обычного, который там, он 22, ну, что-то он, короче, до 30 гривен. Я его ещё хотела купить полмесяца назад. Ну, думаю, блин, это вообще не праздничное. И как-то... Ну, как-то я за рациональность больше, да, за рациональный расход всего. Вот, но зато у меня теперь есть мечта. Я обязательно в этом месяце куплю этого Деда Мороза. И я думаю, что вы обязательно себе что-то приобретёте, либо же получите в подарок, потому что скоро праздник. И обязательно вас кто-то порадует. Поэтому к чему я это говорю? Это не нытьё, не жалобы, как это могло быть раньше. Это крик души. Принимайте реальность такую, какая она есть. Радуйтесь тому, что вы имеете. И благодаря этому вы в будущем сможете достичь намного большего. Опять будет ветер, опять сейчас будет задувать. Всем спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, подняла вам настроение. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем мирного неба и до скорых встреч.